Уважаемые коллеги, переходим к теме стратегии взаимодействия с значимым окружением. Понятно, почему это важно, поскольку все ресурсы, как правило, для нас, для некоммерческих организаций, лежат как раз во внешнем окружении, в значимом окружении. И тут все, и государственные структуры, и бизнес, и частные жертвователи, и партнеры другие НКО, и общественно-политические движения, и средства массовой информации, и так далее, сообщества специалистов. И мы хотели с вами поделиться схемой, которая позволяет разработать стратегию, она позволяет оценить имеющуюся систему взаимодействия, она позволяет понять, почему не получается взаимодействие, то есть она позволяет подготовиться к конкретным переговорам. Это такая схема для нас очень невристичная, которая помогает эффективно выстраивать взаимодействие с любым представителем значимого окружения. Схема эта называется ИПР, интересы, представление ресурса, ну и представляет собой зрительно достаточно простую табличку, в любом взаимодействии всегда есть две стороны, это условно говоря мы, например, наша некоммерческая организация и условно некие они, с кем мы взаимодействуем. Подробнее потом остановимся про степени конкретизации и естественно вот собственно табличка состоит из трех полей, полей. Это интересы, представления и ресурсы. Естественно у нас всегда есть какой-то предмет взаимодействия, по поводу чего мы взаимодействуем. Ну очень всем просто, например, мы это наша некоммерческая организация, мы идем к конкретному крупной компании, бизнесу, да, у нас есть предмет взаимодействия, мы хотим получить эту или иную поддержку, посмотреть какие-то форумы возможно, желательно конечно финансовые форумы, возможно какие-то нематериальные, да, это наш предмет с чем мы к ним идем. И дальше вот у нас, мне кажется, возникает в голове вот такая вот схемка. Я думаю, что мы все так или иначе, когда думаем о партнерах, думаем об этих вопросах, но на мой взгляд не всегда мы это делаем системно, точно из-за этого собственно и снижается эффективное взаимодействие. Смотрите, а что у нас есть в табличке? Интересы. Ну это самая, наверное, понятная для нас всех вещь. Понятное дело, что зачем нам надо знать свои интересы? Затем, чтобы в взаимодействии их удовлетворить, потому что если мы не будем знать четко свои интересы, есть вероятность, что мы повзаимодействуем и не получим, что нам надо, потому что просто не будем отслеживать. Зачем нам чужие интересы? Ну очень просто. Если, представьте, мы собираемся с ними взаимодействовать, привлекать эти какие-то ресурсы, при этом не собираемся учитывать их интересы. Странновато, наверное, будет. Видимо, они нам дадут ресурсы, только если мы учтем как-то их интересы, а для этого мы должны их понимать. И, наконец, если мы не будем понимать свои их интересы, как же мы найдем общий интерес, на котором играть будем? Должен быть общий интерес, от чего мы начинаем плясать. Ресурсы тоже достаточно простая вещь. Понятное дело, что даже если у нас есть общий интерес с кем-то, но мы для него не ресурсны, мы ничего ему не даем, то мы бесполезны. То есть такая получается даже коллабора. При наличии общего интереса мы ему не интересны. У нас даже быть такой ресурс, который помогает ему реализовать свой интерес, что с нами ему эффективнее почему-то. И, наоборот, его ресурс нам зачем понимать? Чтобы, во-первых, взаимодействовать с кем, у кого он есть. Потому что бывают случаи, ну слава богу, сейчас таких становится меньше, но раньше были распространенные, когда, условно говоря, некоммерческие организации приходили в какую-то госструктуру, за тем, чем у них нету. И еще потом обижались на них. Ну а, в свою очередь, госструктуры, видимо, не хватало им профессионализма объяснить популярно и доходчиво и позитивно, что они не туда пришли и перенаправили в другое место. Можно прийти туда, где нет ресурса, и пытаться что-то найти. Или четко не понимать, какой тебе нужен ресурс. Или не тот объем ресурса запросить. Но самое интересное, это вот эта часть. Представление. Она, как правило, самая сложная. Что имеется в виду? Что такое наше представление? У нас есть предмет. Например, как я уже сказал, предположим, мы идем к крупному компании. Наш предмет какой-то взаимодействие, предмет получения от них той или иной поддержки. Представьте на секундочку, мы пришли и нам сразу сказали, да, мы на все готовы, что конкретно предлагаете. Если у нас нет четко в голове представления, связанных с нашими интересами, естественно, и с ними, что мы предлагаем, то в лучшем случае скажем, ой, здорово, спасибо, мы так рады, мы пойдем подумаем, вернемся, скажем. То есть мы не сможем ничего конкретного предложить. А если у нас будет четкое представление, мы хотя бы знаем, что мы точно хотим, кто чего должен делать, как планируется взаимодействие и все остальное. Почему важно знать их представление? Очень просто, потому что, когда мы приходим к кому-то, они же не первый день живут со своими интересами, они уже нашли способы их реализации. Все те, с кем мы взаимодействуем, и без нас уже свои интересы реализуют, так или иначе. И если мы не понимаем, что у них находится вот здесь в голове, то нас могут просто не услышать. Ну, классический пример. Вот я видел очень много круглых столов, некоммерческих организаций, государственных структур. Многие из них, особенно в начале круглого стола, разворачиваются по одному и тому же сценарию. Некоммерческие организации что-то говорят, например, вот есть такая проблема, ее надо решать, или мы предлагаем сделать то-то. В ответ госструктуры начинают рассказывать, как все замечательно они в этом направлении делают. И, кстати, многие даже верят в это. Смотрите, если их не услышать и не показать им дефициты в их собственных представлений, и выгоды для них же, для их же интереса смены их и учета наших представлений, то нас просто никогда не услышат. Потому что у них есть картинка в голове, как все решается. Или, например, другой вариант, что может быть представление, какие-то стереотипы. Мы пришли к бизнесмену просить деньги на услуги, на оплату, например, специалистов, а у него в голове представление о том, что все должны в НКО работать бесплатно, а он даст только деньги на телевизоры купить или, например, на расходный материал для занятий, или еще что-нибудь в этом роде. Если нам эти ресурсы не нужны, а нужны деньги на оплату специалистов, пока мы не поработаем с этим стереотипом, а для этого сначала надо осознать, что он есть у него, а потом еще уметь с ним поработать, то ничего не получится в взаимодействии. Поэтому эта схема и позволяет четко проявить либо стратегию взаимодействия, либо, кстати, понять, что, например, это взаимодействие, скорее всего, не получится, понять конкретные причины, почему. Ну и не тратить время на попытку ее выстроить. Ну, давайте теперь от общей схемы попробуем подетальнее разобрать эту модель. Чтобы у нас это получилось, я что вам предлагаю? Сейчас я дам вам определенное задание. Когда я дам задание, я предлагаю вам поставить этот видеоурок на паузу, это задание выполнить, а уж потом перейти к дальнейшему просмотру. Итак, что я вам предлагаю? Я предлагаю вам сейчас взять и заполнить одну или несколько табличек. Возьмите любое актуальное для вас взаимодействие для вашей организации, например, с какой-нибудь государственной структурой, например, с каким-нибудь профильным ведомством, вам важно выстроить взаимодействие, или с бизнесом, или со СМИ, потому что вам от них чего-то надо. И попробуйте заполнить просто вот эту таблицу. А дальше сейчас мы посмотрим, какие тут технологические тонкости, от которых зависит эффективность работы вот этого инструмента, и посмотрим, насколько вы все это учитываете, и, возможно, вы найдете для себя какие-то интересные находки, которые повысят эффективность. Почему я предлагаю вам это сделать? Потому что если вы просто будете слушать, знаете, так на слух, не так четко воспринимается, как если ты сам дописал, и потом смотришь, как у вас это отражается в материале. Это будет просто более эффективно. Хорошо. Итак, предлагаю поставить на паузу и попробовать заполнить эту табличку. Ну, а мы переходим, коллеги, дальше. Те, кто заполнил табличку, смогут соотносить то, что я буду говорить, с тем, что у вас написано. Давайте подетальнее теперь поговорим про эту таблицу. Итак, давайте вот здесь я помещу ее краткую картинку. Ну вот, условно говоря, мы – они, интересы наши, их интересы – наше представление, их представление – ресурсы, ресурсы. Вот она табличка секторов. Начнем вот с этого сектора – наши интересы. Что здесь важно? В интересах, пишу пока наши интересы, да, очень важна иерархичность. Сейчас поясню. Когда на тренингах я даю похожее задание, и в группах его выполняют, заполняют эту табличку, что часто мы здесь видим? Заполняют организации, предположим, которые работают детьми инвалидами, и, например, она взаимодействует с каким-нибудь бизнесом по привлечению ресурсов. Хочет это предмет взаимодействия. Здесь написано, например, привлечь средства на проект, продвинуть нашу организацию и так далее. Смотрите, согласитесь, это, безусловно, интерес этой организации, но возникает вопрос, есть ли это интерес. Может быть, там написана еще такая фраза – помочь детям-инвалидам. Во-первых, уже возникает иерархия, правильно? Есть конкретный проект, на котором мы хотим привлечь ресурсы. Он для того, чтобы помочь инвалидам. Но даже в этом случае, согласитесь, немного общевато это звучит, интересы. Понятное дело, что, возможно, так люди пишут, потому что не считают, что нужно все расшифровывать. Но смотрите, условно говоря, что у тебя в актуальном сознании, что у тебя потом ты сразу приходит на бумагу, переходит, то чем ты, скорее всего, оперируешь? Какой у нас, как у бизнесменов, возникнет ощущение от организации, которая пришла? Ну, большая вероятность уже будет какое-то ощущение просителя, правильно? Потому что все, говорится, наши интересы – получить помощь на проект. И общие слова – помочь детям. Наверняка у этой организации на самом деле, если порассуждать, гораздо более иерархичные интересы. У них есть определенная миссия, определенная концепция подхода к реабилитации этих детей. Для этого там много чего делать. В частности, вот этот проект тоже есть. То есть она более развернута. И вот эта иерархия позволяет тогда, условно говоря, говорить потом с предпринимателями, например, или с госструктурами на разных уровнях, на разном языке. Можно говорить о конкретике о проекте, можно говорить о помощи детям-инвалидам, об их реабилитации. А возможно, организация еще отвечает на вопрос, а почему она решила помогать детям-инвалидам? Есть более широкие интересы, связанные с демографической политикой, с качеством жизни или еще с чем-то, с каким-то ценностным слоем, который тоже может цепануть кого-то. А это часто мы недооцениваем. Поэтому посмотрите, если в ваших интересах отсутствует иерархичность, это сужает потом поле взаимодействия разговора. Сужает крючки, на которые мы можем ловить, условно говоря, наших партнеров. Ну и давайте будем говорить строить взаимодействие. Это правильнее, поскольку оно всегда взаимовыгодно. И мы предлагаем именно партнерство. Поэтому иерархичность – очень важный момент. Итак, мы с вами рассмотрели первый сектор – наши интересы. Давайте продолжим разговор про интересы, но на следующие уже интересы наших партнеров. Смотрите, что часто мне приходится наблюдать в консалтинге и тренинге. Первое – то же самое иерархичность. Смотрите, как это выглядит. Например, мы строим взаимодействие с государственной структурой, а интересы написали примерно такие. Их интересует отчетность, их интересует, чтобы мы сделали какую-то работу для них и прочее. И здесь есть два момента. Первое – неужели у них такие плоские интересы? Даже если и правда их интересует отчетность, то все ли их интересы? И смотрите, если так получается, то на чем я строю взаимодействие? Что я вам помогу с отчетностью? Так, что ли, получается? На этом строится партнерство, на таком мощном, в кавычках, фундаменте? Плюс иногда даже здесь проскальзывают в оценке интересов какие-то такие вещи, которые могут в основном быть оценочны. Если я просто скажу, например, они хотят отчитаться нами, в этом фразе присутствует же некая даже оценочность. И я бы даже сказал негативная, например. А как мы можем строить взаимодействие с партнером, если о нем негативно думаем? Это будет крайне сложно. А в чем иерархичность? Взять те же самые госструктуры. Да, возможно, отчетность им тоже нужна, но интересы гораздо более иерархичны. Например, у каждой госструктуры свои показатели, на которые она работает, задачи, которые перед ней стоят вышестоящие структуры. Это тоже входит напрямую в своих интересах. Есть более конкретные задачи, которые перед их структурой стоят, и более широкие, которые стоят перед вышестоящей, перед регионом в целом. Если ты понимаешь всю эту иерархию, то у тебя расширяется поле разговора и проблемы. Ты по-другому выглядишь. Смотрите, потому что кроме иерархичности, безоценочность принципиально, позитив в мышлении, и очень важно ответ на вопрос, в чем будет общий интерес. Это уже, скажем так, если вот так мы соотнесем, два интереса. Смотрите, если я здесь напишу, мы идем в государство, чтобы получить административную поддержку, а их интерес в том, чтобы отчитаться, вот у нас такое взаимодействие строится, на таком уровне. И они будут меня так воспринимать. А может быть, наш общий интерес, от меня ответственность требует, у них есть определенный показатель, например, снизить число отказов от новорожденных, или уменьшить число детей в базе данных, детей-сирот. Да, в конце концов, это приводит к целой серии проектов, в отношении моему, но на этом уровне мы можем найти взаимодействие. И вот это расширение этого поля взаимодействия, принципиально важно, именно делается за счет понимания иерархичности интересов, и твоих, и чужих. И в этой иерархичности находишь общий интерес. Что такое общий интерес? Там одни и те же формулировки, очень просто. Вот здесь и здесь одно и то же написано. Если, кстати, вы пишете табличку, и там нет ничего общего, возникает странный вопрос. В лучшем случае это будет обмен. Знаете, такой, у нас не общий интерес, а обмен. Или, если вот здесь возьмем для примера анализ, взаимодействие с коммерческой структурой, какой может быть аналог? Вот здесь я пишу их интерес, например, реклама своей деятельности. Во-первых, если я только вот такого типа интереса написал, реклама, увеличить число клиентов, или там внедрить в программу корпоративной ответственности, возможно, такие интересы есть, но это определенный уровень. Это означает, например, что я недооцениваю значение идеального плана, то есть идеи. Получается, я с ними не говорю о смыслах, о ценностях, а говорю только вот, мы сейчас вам поможем число клиентов расширить. Может быть, может и на этом удастся построить сотрудничество, но чем больше у тебя уровней, тем больше шансов построить взаимодействие. Тем более, да, почему я говорю про архитичность? По моему личному опыту практически вся поддержка строится из идеалистических соображений. Там вот этих вот конкретных бизнесовых моментов очень мало. Они идут фоном. Хорошо, если они есть. И плюс, смотрите, сразу перепрыгнем. Если я здесь прихожу к ним и пытаюсь играть на их интересе, например, расширить число клиентов, у меня должен быть соответствующий ресурс, чтобы это сделать. Или я прихожу и говорю, мы пиар вам сделаем, у них есть целый пиар-отдел. Значит, я по сути предлагаю ему альтернативную пиар-стратегию. Если я настолько профессионально действительно буду отвечать этому, не вопрос. Но, кстати, сразу уровень разговора снижается. Тогда это не уровень директора, это уровень начальника пиар-отдела. Вот он думает, как ему бюджет лучше потратить на такую компанию, или мне дать, зато я ему пропиарю его. Понимаете, как это все работает? Поэтому недоценка иерархичности это типовая, на мой взгляд, ошибка при стратегии взаимодействия сокрушения, недоценка идейного плана. И потом, гораздо проще потом будет работать с представлениями. Вот смотрите, если я просто с государственной структурой, например, работаю на уровне «хороший проект, поддержите мой интерес», а здесь мы вам отчетность предоставим, это один уровень. Мне легко сказать, что все же делается. А если мы находим общий интерес на уровне, нам надо снизить число детей и базы данных, то дальше идет просто логика. А почему они туда попадают? Какие причинные факторы? А что уже делается, что не делается? А какая роль моего проекта в этом деле? И мне гораздо проще будет показать, если я действительно эксперт, почему им надо ко мне прислушаться к моим проектам. Потому что мы на вот этом уровне нашли взаимодействие и дальше уже логически смотрим, помогу ли я решить эту задачу. Сразу же мы перекинулись в следующие связи, вот этой. Если я определил его интерес, это вот такая картинка. Его интерес, мой ресурс, правильно? Должна быть связь. Даже идеалистический интерес. Если я заявил, да, играю на том, что я бизнесу помогу в продвижении, то возникает вопрос, за счет чего я реально помогу в продвижении. И надо четко отдавать себе отчет. Приведу пример. Я помню один диалог с одной из некоммерческих организаций. Они, значит, в сети супермаркетов продуктовых в том числе, ну и прочих, да, хотели разместить, ну, такое специальное, условно говоря, место, такую большую корзину, где типа можно оставить бездомным, купить еще каких-то продуктов, туда положить, и бездомные заберут. И не говорят, мы будем играть на том, что это будет привлечь предсчет клиентов. Ну, не факт. Если туда начнут ходить пахнущие бомжи, забирать все это, то это может ровно наоборот сыграть, снизить число клиентов. Надо это понимать. на чем я играю, и как я учу все факторы. В этом смысле, если ты определил интерес, на котором ты играешь, должен ему соответствовать. В том числе, если ты определяешь идеалистический интерес, например, мы играем на том, что мы реально помогаем реабилитировать детей-инвалидов. Значит, твой ресурс основной, что ты и правда это можешь делать. Твои проекты этому соответствуют. И тогда, и ты можешь показать, за счет чего. И тут у тебя тоже либо есть ресурс, либо нет. Возникает еще один момент. То есть, насколько, сейчас дофиксируем, потом поясню, насколько мы полезны, ресурсны для реализации интереса общего или партнера. В том числе, это приводит к тому, что мы понимаем, какой ресурс нам надо нарастить. Приведу пример. Есть у меня одна знакомая замечательная организация, которая занимается реабилитацией детей-инвалидов. У них достаточно большой центр, очень много различных занятий, у которых и правда есть эффект. И действительно, если она находит интерес с теми же самыми бизнес-бизнес-партнерами, которые готовы и понимают значимые дети, которые это поддерживают, согласитесь, если у нас есть реальные технологии, это помогает. Если у них есть возможность показать реальный эффект, это помогает. А вот смотрите, до чего они, например, дошли в ходе этого размышления. У них действительно изменения в детях разительные. Вот ребенок, который приходит, инвалид, заниматься, и потом через несколько месяцев очень сильно отличается. Но он, конечно же, все равно ребенок-инвалид. Если ты его не видел несколько месяцев назад, ты все равно видишь, что это ребенок-инвалид. А если делать видеоотчеты, показывать, каким он был и каким стал, это мощнейший эффект. И это ресурс, если, предположим, мой интерес как предприниматель. Я, правда, хочу видеть результат. Я хочу помочь детям, я хочу поддержать организацию, которая реально реабилитирует. То наличие вот такого видеоотчета будет являться ресурсом для меня, потому что это будет давать мне для моего интереса подпитку, дрова. Я буду видеть, действительно, это я, это я помог, это я изменил этих детей. Вот даже для таких вещей. А в данном случае, о чем мы говорили, что организация может обнаружить, что каких-то ресурсов им недостаточно, если это системно мы работаем в этой сфере, мы можем их системно наращивать. Но в любом случае, надо посмотреть, что здесь написано и как коррелирует с интересами нашего партнера. Дальше поедем. Очень важно корреляция наоборот. Вот так. Наш интерес, их ресурс. Слава Богу, в последнее время я редко видел ошибок типовых здесь, но они тоже, как ни странно, есть. Вот смотри, сейчас приведу пример. Совсем недавно в одном из семинаров организация анализировала взаимодействие. Была определенная некоммерческая организация, которая работает с семьями, и она анализировала свое взаимодействие с союзом ветеранов крупнейшего завода-гиганта, который у них там находится. И смысл проекта был в том, который они предлагали, чтобы через этот союз ветеранов выйдем на завод, чтобы получить финансирование, обустроить дворик в доме, где находятся и ветераны, и наш центр, и там будет такое место отдыха и для наших семей и детьми, и для которых приходят у нас на консультации и прочее, и для ветеранов и прочее. Я сейчас не обсуждаю качество идей, меня волнует вот этот квадратик. Смотрите, то есть получается, они хотели привлечь ресурсы, и здесь они написали, что мы хотим наш ресурс, который мы хотим, финансирование, реконструирование этой территории. Но смотрите, мы анализируем с кем взаимодействия, с союзом ветеранов. У них что, есть ресурсы? Нет. Мы должны были тогда, если были правы, записать сюда, что какой ресурс нужен? Нужен доступ. Правильно? Еще вопрос какой? Мне нужен доступ к переговорам к первому лицу завода. Это один ресурс. Мне нужно, чтобы они пролоббировали, это другой ресурс. И я еще должен подумать, есть ли у них этот ресурс, например, а есть ли у них влияние на реального директора? Или если лучше вообще через них не приходить, иногда бывает такое, что через них зайдешь, сразу идея погибла. Мы же не знаем, какого у них взаимодействия. Это вот пример о том, когда мы берем, пишем в ресурсы, то, что либо у этого нет организации, либо он очень сомнительный. Надо четко понимать, какой ресурс мы хотим, что у них точно есть и в каком объеме, самое главное. Какой объем мы хотим взять? Потому что иногда начинаешь выстраивать эту конструкцию, а в чинка-то выделки не стоит. Ты понимаешь, что надо же столько вложить в взаимодействие, а там такой объем ресурса, что это не имеет смысла. Поэтому вот эта часть очень конкретная, она действительно есть у этого субъекта в нужном объеме. Это то, что нам действительно нужно в необходимом объеме для реализации наших интересов. то есть соответствие ресурса партнера по всем, по содержанию, по объему и так далее нашим интересам и целям. Ну, правильно сказать, целям, наверное, в данном случае. Поедем дальше. Представление. Это выглядит так примерно. и наше представление, и ресурсы наши, и запрашиваемые. Смотрите, по сути, это наш проект, правильно? Мы, у нас есть определенное, что мы хотим, мы это видим и реализация определенным образом, и для этого нам нужны наши ресурсы, ресурсы партнера. По сути, это некое описание проекта. Оно очень важно именно потому, что за нас появляется свое видение, с чем мы приходим. Мы не просто голословно что-то утверждаем. Вот даже возьмем пример с тем же самым государственными структурами. Мы приходим в профильные ведомства министерства. Мы занимаемся какой-то деятельностью. Какой проект мы предлагаем? Как правило, какая ошибка, если этого нет? Организация начинает примерно просто говорить, вот мы вот такая организация, занимаемся такой-то деятельностью. Как мы можем посотрудничать? Получается, что у нас нет своего видения, мы перекладываем его на другую сторону, надеясь, что другая сторона его найдет. Как правило, другая сторона делится просто своим видением. каковы наши представления, причем они, видите, опираются и на наши ресурсы, и на их ресурсы. Этих ресурсов достаточно вместе, чтобы выполнить это. Потому что в идеале, если опустить, что у них есть свое видение, они могут поверить просто нам на слово. Как только мы сошлись с интересами, дальше все, что вы предлагаете, и все. Вот это сделаем, вот так совместим ресурсы. Все. Поэтому вот в этом квадратике содержится достаточно конкретное представление, что и как будет делаться, почему. И, наконец, еще один момент. Наше представление, как они соответствуют их интересам. По сути, это заглавим наличие проекта, а это как наш проект хотя бы теоретически соответствует интересам. Почему мы думаем, что то, что мы сейчас им предлагаем, выгодно, и как оно решает их задачи. А там есть обоснования. Еще раз, если мы, например, у него интерес реальной реабилитации детей инвалидов, то мы как раз и предлагаем замечать такой проект, он позволит сделать тот и тот за счет таких технологий, будет такой-то результат, все вроде соответствует. И если каких-то серьезных вот в голове у людей, сонсо говоря, препятствий нет, то обычно вот этого бывает достаточно. Но иногда стоит задуматься, что может помешать, и картинка уже получается другая. Смотрите, как мы покажем ему, что наше представление выгоднее, чем его представление для него же, для его интересов. То есть мы, по сути, заменим его представление своими. Как мы это сделаем? Классический пример. Мы приходим к бизнесмену, у него представление прямой помощи, а мы собираемся просить деньги на плату труда. Какие будут у нас аргументы? Как мы будем вести диалог? Как мы покажем, заметьте, что не нам выгодно это для наших интересов, а это выгодно для его интересов. И опять-таки, видите, нам нужно найти какой-то общий интерес, с которым это свяжется. Если у нас будет интерес реклама ваша, нам будет очень сложно показать, что для его рекламы ему лучше финансировать наших именно сотрудников эти прямой помощи. Это будет лучше. Например, что мы покажем это как умная благотворительность, у нас есть специальные программы, доступ к специальной программам, где мы развиваем эту тему, и мы его пропиарим. Видите, уже есть какая-то связь. Если у него будет более диагностический интерес, например, реальная помощь какой-то нашей целевой группе, то там нам будет гораздо проще. мы покажем, что прямая помощь, здорово, но не столь эффективна. И что он хочет? Просто прямой помощи сказать или реально решить проблему. А если решить проблему реально, то диагноз вот такой, к сожалению. Лечить ее надо вот так. Поэтому наше лечение лучше. Видите, чем больше иерархичности, больше идеалистичности, тем проще сработать с представлениями. Вот. И это, это просто соответствие хотя бы теоретическое представление его интересам, а это как мы поработаем над его представлением. Те, кто попытался заполнить табличку по заданию, посмотрите, выделили ли вы что-то. Обычно вот затруднение возникает этот квадратик. Некоторые даже не знают, что сюда написать. Это бывает действительно так. Когда это бывает? Когда мы не задумывались об то, что думает другой человек, другая целевая группа, в силу того, что у нас мало опыт общения, либо просто никогда не задумывались, то такие трудности мы испытываем. Заодно это побуждает нас все время думать о том, что в голове у партнера. И висит диалог так, чтобы он максимально проявлялся и рассказывал нам, что он считает важным по теме. Если мы просто приходим, задаем тему, то дальше мы можем этот вопрос обсуждать. Он сам скажет, что он по этому думает. И мы проявим его представление. И дальше либо будем готовы сразу на это ответить, ну либо придется взять какую-то, видимо, паузу, если сразу не готовы ответить, перейдеться, подумать и, соответственно, придумать, как мы с этим поработаем. Резюмируя, хотели поделиться в этом видеоуроке вот этой схемой. На наш взгляд, она очень евристична, и смысл очень простой. Первое. Найти общий интерес, причем не недооценивайте идеалистический пласт. Второе. Иметь четкое видение, как ты видишь дальнейшее взаимодействие и реализацию этой общей деятельности. Идти только к тому и четко понимать, что есть нужный тебе ресурс. Понимая общий интерес и интерес партнера, быть ресурсом для него, извините за тавтологию, то есть, чтобы иметь такой ресурс, который позволяет ему с вами лучше реализовать этот интерес, чем без вас. И, наконец, быть внимательным к тому, что происходит в голове у партнера, какие мысли у него возникают по этому поводу. Это могут быть стереотипы, свои видения и прочее. И понимать их, и быть готовым, либо искать еще какой-то третий вариант общих представлений, либо показать, почему ваши представления более эффективны для него, для его же интересов. Вот что позволяет сделать эта схема. Поэтому она позволяет как стратегически подумать про взаимодействие и понять, какие ресурсы на принципе наращивать и с кем взаимодействовать, за счет чего, так и тактически готовиться к конкретным переговорам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!